На сегодняшний день в Тверском регионе 92% субъектов малого и среднего предпринимательства, а также крупных промышленных предприятий работают в нормальном режиме. Но, разумеется, с учетом обязательных мер безопасности из-за неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, это дало возможность минимизировать потери и риски ухудшения экономического положения как для наших граждан, так и для региональной экономики. Разумный подход к выбору ограничительных мер также позволил сохранить рабочие места и трудовые коллективы. Во многом благодаря этому сейчас в регионе стала возможна реализация нескольких крупных инвестиционных проектов. В Калининском районе идет строительство логистического комплекса для концерна «АвтоВАЗ» и инновационно-промышленного парка компании «Пластикстроймаркет». Ход работы на этих объектах проинспектировал губернатор Тверской области. Первым объектом визита главы региона стал будущий логистический комплекс. Здесь уже возводится крупнейший в Центральном и Западном федеральных округах распределительный центр запчастей для автомобилей марки «Ладе». Сейчас на площадке уже проведены земляные работы, залит фундамент, установлены 111 колонн, значит, монтаж межколонных связей. Общий объем инвестиций составляет более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Возведение комплекса позволит создать почти 170 новых рабочих мест. Торговая компания «Альфа» исконно Тверская компания, поэтому мы как патриоты своего региона приняли решение осуществлять свой инвестиционный проект именно в нашем Тверском регионе. Строительство объекта идет с опережением на 15% по сравнению с графиком. Общая площадь будущего логистического комплекса составит 25 тысяч квадратных метров, из которых 20 тысяч – это склад для хранения запчастей для автомобилей марки «Ладо», а оставшаяся площадь – для комплектующих к автомашинам других марок. Завершить строительство планируется до конца декабря текущего года. Второй строительной площадкой, которую посетил губернатор Игорь Руденя, стал производственно-логистический комплекс «Пластикстроймаркет». Окончание строительных работ здесь запланировано на начало 2022 года. На территории планируется наладить безотходное производство химической продукции, использующееся в строительной отрасли с полным соблюдением самых высоких экологических стандартов. Экологически чистый. Сразу хочу всех обрадовать. У нашего производства нет отходов. И всевозможные отходы, наоборот, приобретают форму связующих и различных материалов. В настоящее время идет подготовка заявки для придания официального статуса новому индустриальному парку. Ведется подготовка к отбору управляющей компании, а также подбор потенциальных резидентов. Особое внимание уделяется обеспечению новых объектов необходимой инфраструктурой. Мы правительством области сюда обеспечили доступ и подведение коммуникаций. Это электроэнергетика. Сейчас формируются дороги, водоснабжение и водоотведение. Также активно в работу был включен фонд поддержки промышленности Тверской области и проект «Мой офис». Сейчас на первый план, конечно же, выходит создание новых рабочих мест и сохранение тех рабочих мест, которые у нас были до кризиса. Всего по итогам реализации двух инвестпроектов планируется освоить порядка полутора миллиардов рублей инвестиций. К первому кварталу 2021 года будет создано около 700 новых рабочих мест для жителей региона. Тверские компании, используя меры государственной поддержки, продолжают работу в новых экономических условиях, сложившихся в связи с распространением коронавируса. В регионе разработан план по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области, предусматривающий 43 мероприятия по поддержке различных сфер бизнеса нашего региона.